Дорогие друзья, здравствуйте! И снова с вами тетя Надя. Сегодня у меня отчетное видео. Три недели назад я пересаживала две пеларгонии. Скорее всего, это было ярко и скарлетт. Посмотрите, пожалуйста, эти видео, кто не видел, по ссылке в правом углу. Там я показывала причину. Ну, а чтобы вы убедились, что это те самые растения, давайте посмотрим. Вот оно, то растение, да, вот с мозаикой здесь оно было. Видите, мозаика немножко ушла, но не полностью. Ну, риск начинает так вот отсыхать потихонечку. И посмотрите, само растение, вот как оно себя отлично чувствует. Листья все зеленые. Даже если заглянуть вот внутрь, посмотрите, вот здесь вот внутри, вот, 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 видите, вот уже начинается выраженная, явно видно, цветочная почка. Да, то есть через недельку-вторую моя пеларгония зацветет. Вот, она же все-таки не пропала. Я ее, конечно же, спасла. И давайте посмотрим на вторую пеларгонию. Сейчас я вам расскажу и покажу более подробно об этой пеларгонии. Посмотрите, значит, вот она красавица. Листья в серединке, видите, какие насыщенно-насыщенно зеленые. Никаких признаков подсыхания нету. Уже раз, два, три, четыре. Да, кстати, помните, здесь у меня тоже была цветочная почка. Я говорила отца, что я ее оставлю. Так вот, это растение просто-напросто само по себе ее отсушило. А вот здесь вот, смотрите, вот, а вот здесь вот уже стала появляться, вот она. Видите, вот, 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 новая цветочная почка. То есть все равно оно зацветет. И вообще, посмотрите, какое самосохранение у растения. Если ему мешает что-то, да, если оно не может прокормить цветочную почку, все, почка отсыхает сама по себе. Так, что касается вот этих листьев, видите, я их не убрала. Почему я не убрала? Потому что на том растении было их совсем мало. И чтобы все-таки происходил фотосинтез, и мое растение получало хоть какое-то питание от листьев, я их оставила. Ну, вот этот лист я могу сейчас удалить. Он уже как бы и не нужен. Хотя вот есть уже еще тут немножечко зелень. Но, однако, уже все можно удалить. Почему? Потому что вот эти вот четыре листика, да, они способны уже дальше кормить это растение. Таким образом, друзья, если вы видите, что у вас возникают проблемы с растением вашим, начинается какое-то пожелтение, и что бы вы ни делали, ничего не спасает, ничего не помогает, то, друзья мои, обязательно делаем пересадку и проливаем почву фитоспорином. Да, кстати, я ничем не подкармливала пока. Вот они самостоятельно развиваются. Почему не подкармливала? Потому что грунт сам по себе здесь был уже хороший, питательный. И в скором времени я надеюсь получить вот такое тоже пышное растение из вот этих двух кустиков. Друзья, когда зацветут мои пеларгошки эти, я обязательно вам покажу. Заходите на мой канал, ставьте лайки, поддержите мой канал. До следующих встреч. Пока-пока.